Ты читал библию? Нет, не читал. Ты же верующий человек. Это что, к какому-то упреку, что ли, разговаривать? Нет. Но ты же верующий человек. Это что такое? Противопоставление? Нет. Я замечал за тобой, что ты делаешь те знамения, которые используют верующие люди в своей повседневной жизни. Поэтому я тебя и спросил, не читал библию? Нет, не читал библию. Я тебе хочу прочесть один стих с библии. Откровение Иоанна Богослова. Это один из любимых учеников Иисуса Христа, Иоанн Богослов, который умер на острове Патмос, будучи 80 лет от рода, в ссылке. Все остальные ученики, как известно, были мученически умершлены. Один Иоанн богослов умер своей смертью, но в ссылке. В 13 главе своего Откровения он пишет, в 18 стихе, здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Во всей главе, если брать контекст данной главы, то Иоанн Богослов описывает зверя. Зверя. Зверя, который должен прийти. Он видит его. Зверя с семью головами и десятью рогами. Также видит зверя с двумя рогами, число которого 666, о котором мы говорим. Изучая данный стих, я все равно отталкивался на то, что многие пытаются его исследовать с точки зрения букв, а не с точки зрения цифр, уходя от слова «сочти». Слово «сочти», то есть «сосчитай». Если мы сосчитаем данные цифры, мы получим 6 плюс 6 плюс 6, мы получим 18, 1 плюс 8, мы получим 9. Мы получим цифру 9. Интересная такая цифра. Цифра 9 у разных народов означает разные вещи, казалось бы, да? Но мы можем это проверить. Проверив данные цифры, мы будем проверять на двух языках. Это язык древних евреев и язык греков. Почему? Потому что Иоанн, богослов, был евреем по происхождению, но писал на греческом языке. Если мы посмотрим на еврейскую, на обозначение еврейской цифры 9, то мы выйдем на букву Тит, да? А если на греческий, выйдем на букву Тита. То есть они практически даже похожи. И очень похожи с древнеславянской буквой Тита, что является предметом твоего исследования. И очень, меня лично, очень интересно понять, что есть Тита сама по себе. Потому что, общаясь с тобой на протяжении долгого времени, я понял, что Тита есть нечто божественное, что несет мир, порядок, благоденствие и все остальное. А прочитав библейский текст Иоанна Богослова, можно прийти к выводам, что, ну и соизмерив данные вещи, это то, о чем мы сейчас говорим, можно прийти к выводам, что это далеко не такой неблагословенный знак, а что это может являться знаком зверя, и что под таким знаком может прийти зверь. То есть все будут думать, что это хорошо, а на самом деле это будет плохо. Хотя для Бога, в принципе, не существует хорошего и неплохого. Для Бога существует, да будет по воле Его. Это всего лишь воля будет. Поэтому меня интересует вопрос. Слушай, ну вот, Санри, Тита, ты уже не видел не раз, да? Да, ты мне показывал Титю, и я очень заинтересовался данным символом. Вот, давай еще раз посмотрим. Здесь же нет ни черного, ни белого. Ни плохого, ни хорошего. Здесь есть причина, следственная связь. Да будет по воле Его. Один человек все время страдал. Ему было то слишком жарко, то слишком холодно. То много одного, то мало другого. То хотелось кричать от радости, то забиться в угол от тоски. От переживания его сердце грубело, тело разрушалось, а мысли застывали в его голове. А когда он совсем перестал меняться, Смерть пришла. И забрала его. Как? Тебе понравилось жить? Спросила Смерть. И да, и нет. В жизни есть солнце, удовольствие и любовь. А есть холод, разочарование, боль. Но главное, я совсем не нашел ни смысла. Смерть усмехнулась. Когда ты выходил пожилым, смысл был. Но там ты выстрелил. Слушай, я дам тебе совет, как все исправить. Поговори с тремя учителями. Они помогут тебе все вспомнить. После этих слов смерть вернулась мотыльком и... Наступила тьма. Тьма была безмолвной и густой, как камень. Как же страшно и холодно. Я никогда никого не смогу найти в этой липкой тьме. Я ждал тебя! Это был первый учитель, черный бог. Он обитал глубоко внизу и был самой тьмой. Он рассказал, что душа человека непрерывно излучает и счастье, и страдания. А значит, человек есть первопричина всего. Но только тогда, когда в душе человека царит равновесие, его империей правит. Свобода! 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 Я ждал тебя. Это был второй учитель. Белый бог. Он обитал высоко вверху и был самим светом. Он научил человека, что вечность – это сейчас. Что будущее и прошлое – это всего лишь разные формы человеческих воспоминаний. Но только тогда, когда человек не живет прошлым и не убегает в будущее, его империей правит свобода. Свобода... Свобода! 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 Эээээээээээээ! Что ж ты не ищешь третьего учителя? Я ждал тебя. Я хочу рассказать тебе про чёрного и белого бога. Они говорили об одном и том же, но всё же о разном. Так что же они говорили? Они говорили обо мне. Это я выбираю между чёрным и белым. Я выбираю между добром и злом, действием и бездействием. Я составляю с миром целое, и мы оба наполняем друг друга. Когда я несу в этот мир красоту, он становится прекрасным. Когда я несу разрушение, он становится безжалостным. В этом и есть смысл. Я вспомнил. Что ж, ты нашёл третьего учителя. Сказала смерть. Своё. Я. А тебе иди. Расскажи об этом. Спираль. Вот, отлично. Спираль. Спираль показывает, что мы понимаем, что вся жизнь, и все процессы в галактике, они имеют причинно-следственную связь. И в пространстве мы движемся в галактике по спирали. Это верная подсказка. Конечно. Потому что именно вот этот фрагмент, один из фрагментов, и обрезали у большинства сегодня живущих. Почему люди спят? Потому что они не видят смысла в чём. Если всё по кругу, всё замкнуто, как белка в колесе, то, конечно, жизнь не имеет смысла. А если ты знаешь, что это спираль, по образу и подобию также сотворены и наша ДНК, и все процессы вокруг спирали видны, то тут ты начинаешь что-то задумываться, что каждый виток спирали, он куда-то к чему-то ведёт. Чёрный Бог говорит о земле и живущих на ней и внутри неё. Белый Бог говорит о небе и живущих над головой. Чёрный Бог помогает быть ближе к корням своих. Белый Бог зовёт в дорогу. Чёрный Бог не даёт забыть. Белый Бог открывает будущее. Чёрный Бог внутри тебя. Белый Бог вокруг тебя. Чёрный Бог — это я. Белый Бог — это я. Весь мир качается, но он сбалансирован. Нет покоя нигде и ни в чём. Любой покой разрушается временем. Любой покой разрушается внешним миром. Любой покой нестабилен. Тот, кто умеет держать равновесие, не хотеть то справа, то слева, то сверху, то снизу, то внутри, то вовне. Способен быть над миром. Именно он способен быть императором. Чёрного и белого богов. Радость всегда обращается в горе. Слёзы всегда обращаются в смеху. Нежное со временем становится грубым. Дружба превращается в любовь. Любовь в привычку. Привычка в ненависть. Ненависть в успокоение. Успокоение в любопытство. Любопытство в дружбу. Чёрный Бог обращается в белого Бога. Белый Бог обращается в чёрного Бога. Когда чёрный Бог выходит на свет, он становится серым, как всё вокруг. Когда белый Бог погружается во мрак, он становится серым, как всё вокруг. Когда чёрный Бог смотрит на белого Бога, а белый Бог на чёрного Бога, всё обретает краски. Когда чёрный Бог и белый Бог становятся единым, целым, обнаруживается Я. Сознание — это белый Бог. Тело — это чёрный Бог. Я — это чёрный Бог и белый Бог. Я — это тот, кто помнит, что было, и думает о том, что будет. Я — это тот, кто не в прошлом и не в будущем. Я — это сейчас. Весь мир — это вечное сейчас. Я — центр этого мира. Я — центр своей реальности.